В городе Березовском местный 17-летний пацан, назовем его условно Сергей, рассказал, как он обнаружил мертвое тело, забитого пьяными малолетками Дмитрия Рудакова, и как он помог полиции разыскать всю пятерку участников этого зверства. Кстати, убили Дмитрия под воротами гаража с номером 300, а 300 это ЗОО, а ЗОО и зверство коррелируются. В общем, есть в этом какая-то судьбоносность. Напомню, 9 августа, не поздним вечером, 20-летний, скромный парень, православный христианин с инвалидностью из-за дефекта речи. Дмитрий пошел встречать с работы свою маму. На улице Исакова его встретили пятеро нажратых юнцов, 13-17 лет от роду, позвали в гаражи попить пиво, и там Дмитрия раздели до гола и коллективно запинали. Самый отмороженный 16-летний, назовем его условно Игорь, прыгал ногами на голове жертвы, а 13-летняя Лина все издевательства снимала на мобилу. Впрочем, все это было известно. Сейчас о том, как юных упырей отловили, и какую роль в этом сыграл простой березовский пацан Сергей. По его словам, до этого убийства он считал отморозка Игоря своим другом, и именно поэтому Игорь в 10 часов вечера, 9 августа, позвонил именно Сергею и сообщил, что убил человека. Сергей поначалу не сильно-то поверил. Позвонил 13-летней Лине, и она все подтвердила в красках. С такой информацией Серега не мог уснуть всю ночь. Рано утром, как расцвело, он попросил своего друга свозить его на машине в те гаражи, чтобы убедиться своими глазами. Приехав к 300-му гаражу, Сергей шокировался, но тело на мобилу заснял. Вот, получается, он вот здесь вот так вот лежал, у него нога вывернута была, голова вот как бухтопана тут видно. Это серьезно. Я в шоке, честно говоря, был. Я вот тут вот так вот обходил, я не ожидал справа от себя увидеть труп, такой отмерзший. Ну, для меня это шок, честно говоря, был. Ну, я не растерялся, как бы, все равно, подзаписал видео немного, но... Для чего? Чтобы доказательства были? Чтобы доказательства были, да, на всех случаях, что у меня слова не пустые на ветер, типа. Сергей в полицию пошел не сразу. Пару часов они с другом думали, что делать, и решили сначала об убийстве рассказать маме Игоря. Пришли в адрес. Убили маму горем, дескать, ваш сын убийца, и мы сейчас пойдем в полицию. Серега с другом ушли, а убитая горем мать начала собирать вещи и свои, и Игоря, чтобы сбежать на поезде от правосудия в Башкирию к родственникам. Но бегства не удалось. Как сообщает Урару, Игоря и его маму полицейские сняли с поезда, и сейчас 16-летний изверг сидит в Екатеринбургском централе. Параллельно с этим полицейские, до которых Серега все-таки дошел, тогда 10 августа пытались задержать и остальных участников убийства. Двух пираней, 13-летнюю Лину и 14-летнего Ивана, силовики по месту проживания не застали и обратились за помощью к активному парню Сереге. И по его словам, он с полковником, прибывшим из Екатеринбурга, пошел в гаражи на Исакова, и на месте преступления они застали и Лину, и Ивана. По словам Сергея, те сидели неподалеку и мило болтали. Их посадили в машину и отвезли в участок. Напомню, что на сегодня Лина на свободе, ибо ей всего 13, Иван под домашним арестом, остальные трое участников изуверства в СИЗО. СИЗО.